Приветствую вас на канале Центра Индивидуальной Мобильности White Siberia Mini R. И данная модель уже третьего поколения. Самое главное отличие, которое произошло с этой моделью, это вольты, или вольтаж, или напряжение питания. Теперь оно составляет 60 вольт. Подробные характеристики вы видите сейчас на экране. Обратите внимание, насколько изменилась батарея. 21 ампер час. Естественно, такое изменение батареи не могло повлечь с собой изменений и начинки, и моторы, и, конечно же, ходовых качеств этого скутера. И мне не терпится подробно рассказать вам про него, глядя на него вашими глазами, так как будто вы пришли к нам в шоу-рум и осматриваете его лично. Перейдем к осмотру. Вот Mini R3.0. Руль сохранил ту же конструкцию, что и было раньше, достаточно близко поставленный к ездоку. Я заранее проверил, насколько удобно ездить с таким рулем, и вот показываю. Нога сейчас стоит на платформе. Поворачиваю руль. Казалось бы, неудобно. То есть тот нюанс, который был раньше, он сохранился. Однако у R3.0 добавились подножки, и когда я ногу ставлю сюда, руль совершенно спокойно уже поворачивается, и я ногой не мешаю сам себе. Казалось бы, простейшее решение. Всего лишь подставки. Вот эти вот два сантиметра сыграли очень большую роль. Причем добавились подставки и сзади для пассажиров. Сидушка достаточно мягкая. Единственное, что здесь нет мягкой накладки на спинке. Однако в любом случае хорошо, что хотя бы такая спинка есть. Осматриваем руль дальше. Что у нас по органам управления и по ручкам? Ну, тут все стандартно. Обычные круглые мотоциклетные ручки. С левой стороны большой блок управления светом. Причем вот с этого ракурса не видна совершенно вот эта кнопка. А эта кнопка отвечает у нас за ближний свет. Я ее поначалу не нашел, и вот только спустя некоторое время, обратим внимание, что оказывается оно существует. Причем, помимо нее, есть еще одна кнопка. Это переключение ближней и дальней. Смотрим. Ближний, дальний. Звуковой сигнал и поворотники. Включаю левый поворотник. Вот так они работают. Бегущим огоньком и передний, и задний. Все стандартно. Ну и заодно смотрим, как устроен фонарь. Он же работает как стоп-сигнал. Вот я нажимаю на тормоз, и он загорается ярче. С правой стороны на руле располагается ручка газа, полноценная, мотоциклетная. Это я пытался почистить ручку после скотча. Она, естественно, абсолютно чистая и гладкая должна быть. А это вот следы того, что я убирал клей. Переключение скоростей. Три режима движения, точнее сказать, три ограничителя. И мощные гидравлические тормоза, причем одинаковые и справа, и слева. Тормоза выглядят как скутерные или, может быть, мотоциклетные. И с правой, и с левой стороны вниз спускаются и провода, и гидролинии тормозной системы. Из-за этого создается такое впечатление, что все проложено аккуратно. На самом деле, вот эти вот вещи, они висят буквально в воздухе, но при этом смотрятся все равно аккуратно. Центральной части руля на пластиковом, получается, кожухе, где располагается фара, располагается приборная панель. Здесь же, кстати говоря, вы видите включенный поворотник. Выключаю его. Ну и, в общем-то, стандартный набор, скажем так, индикаторов. Напряжение батареи, что важно. Индикатор уровня батареи. Пробег, время работы и включенная передача. Как вы понимаете, троечка, единичка. Оп. Ну, вот так вот все это работает. Переходим к кожуху. Кожух у нас получается полный. Фара по наклону не регулируется никак совершенно. В задней части тоже такой обтекаемый и гладкий корпус вот этой вот передней всей части. К этому же кожуху по бокам крепятся поворотники на мягком подвесе. От руля кабель уходит в жгут и далее уходит под переднюю крышку вниз уже в деку. При повороте руля жгут изгибается адекватно. Да, провода немножко торчат, но в целом можно сказать, что все работает отлично. Ничто нигде не трет, по крайней мере, так, чтобы можно было говорить о том, что что-то нужно переделать. Вилка, переднее колесо, переднее крыло. Вилка телескопическая. Сальник или пыльник установлен без пружинки, но, как вы видите, он достаточно интенсивно собирает всю грязь, которая попадает на хромированную часть вилки, той, которая уходит в движущую телескопическую часть. Ну, а крыло крепится на двух пластиковых хомутах и в целом держится надежно, не болтается. Однако его нужно изначально установить правильно и потянуть. Вот это вот отверстие – это некая степень свободы, то есть крыло можно чуть-чуть наклонить вперед или назад. Ну, соответственно, выставляете его правильно, подтягиваете и все. Дальше оно стоит уже надежно. Выполнено оно на вид из материала что-то среднее между пластик и стеклопластик, скорее, наверное, все-таки стеклопластик. Тормоза. Тормоз, честно хочу сказать, странный, 140 мм, то есть это по хорошему счету обычный велосипедный диск. А вот тормозной калипер, а здесь это даже не калипер, а суппорт, установлен необычным. Жидкость залита до 4, то есть это автомобильная тормозная жидкость, а не масло, как вы привыкли видеть в электросамокатах. Ну, а что касается работы передней подвески, ну, вот смотрите, просто встаю на скутер. Подвеска движется мягко, без заеданий и с таким мягким подъемом, даже отстрелом его назвать нельзя. Переднее колесо выполнено на базе вот такого небольшого колесного диска, небольшого в сравнении с самим колесом. Выполнен он из стали, как вы видите, выносы подшипников такие массивные, большие, что, в общем-то, вполне логично для любой техники с широким. Передним колесом, с широкими вообще колесами, не только передним. И если мы говорим про размерность, то 15 на 6 и на 6 дюймов. Дека, ну, или в случае с Миньер 3.0, центральная часть рамы выполнена с большими изменениями. Это кронштейны, к которым крепятся кольца для крепления какого-либо багажа. Аналогичные кольца присутствуют и в задней части, соответственно, сюда цепляем резинки с крючками транспортировочные, и вы получаете пространство, куда можно сложить какой-либо груз, а ноги поставить вокруг. Этого раньше не было, то есть, получается, везти можно было что-то только в рюкзаке, но благодаря появлению подножек, теперь груз можно перевозить, как говорится, и между ног. То есть, вот здесь будут проходить вот эти вот резинки, крепящие что-то по центру. Ну, соответственно, сюда ставим коробку или какую-нибудь сумку с вещами. И все, вторую ногу поставили и, как говорится, погнали. На откосе рулевого стакана присутствует кнопка запуска скутера. Нажимаю ее, скутер выключается. Нажимаю еще раз, скутер включается. В комплекте со скутером поставляются еще и брелки и ключи. Ставлю скутер на охрану. Теперь, если его зацепить или покачать, или пытаться укатить, то он сопротивляется, ну, соответственно, сработает дальше сигнализация. Отключается сигнализация нажатием на боковую кнопку, и дистанционно можно скутер запустить. Нажимаю на значок молния на брелке, и скутер включается. Я так и не понял, нажимать его нужно один или два раза, то так срабатывает, то так срабатывает. В общем, суть в том, что можно с брелка запустить скутер. Для чего это может понадобиться? Ну, во-первых, это удобно с точки зрения того, что сразу включается фара. Соответственно, если он стоит где-то в темноте, он же вам и подсветит дорогу. Во-вторых, это удобно для того, чтобы не наклоняться вниз, не нажимать кнопку, запустили с брелка, убрали его в карман, и, соответственно, все, едете. В центральной части располагается люк, точнее сказать, крышка деки, которая закрывается на ключ, и внутри располагается начинка деки. Вот таким легким движением я снимаю крышку, и вы наверняка зададите вопрос, а добавили ли порт зарядки, которого не было в прошлой версии, для того, чтобы не нужно было вынимать аккумулятор, чтобы его зарядить. Так вот, смотрим по бокам. Зарядного порта здесь нет. Смотрим здесь. Зарядного порта тоже нет. Ну, соответственно, вот эти вот все танцы со снятием крышки, для того, чтобы добраться до аккумулятора, они сохраняются. Что по батарее? Смотрим. 21 ампер час, 67,2 вольта максимальное напряжение, максимальный ток зарядки 3 ампера. Наконец-то 60-ти вольтовый аккумулятор, который должен придать этому скутеру динамики и, так сказать, взрослости, потому что рама позволяет ехать комфортно и достаточно быстро, а вот ранее 48-ти вольтовый аккумулятор не позволял этого делать. Как достать аккумулятор? Поднимаем его за ручку аккуратно, далее отцепляем разъем питания, и сюда вставляется зарядка. То есть, получается, что батарею даже и вынимать не обязательно из деки, просто-напросто вот таким вот образом ее поднимаем, и можно заряжать. Батарея увесистая, выполнена в металлическом ящике. Соответственно, если вы передвигаетесь на скутере зимой, его желательно снимать и хранить, и заряжать где-то в тепле. Собрались куда-то ехать, установили батарею на скутер и доехали до какой-то точки. Если на улице мороз, то аккумулятор нужно снимать и использовать его в режиме из тепла в тепло, так, чтобы он не остывал до отрицательных температур. Что у нас в передней части деки? Крышка, которая прикрывает контроллер, ну и самое время заглянуть, что же там. Крышки сняты, смотрим, что находится внутри. Для начала бросается в глаза огромный контроллер, практически с ладонь размером. Смотрим, что по току, удобно это посмотреть вот здесь, и видим 35 ампер. 35 умножаем на 60 и получаем итоговую мощность 2100 ватт. По разъему. Ну, для начала разъемы не гидроизолированы. Сам же контроллер, скорее всего, внутри залит компаундом, и ему влага не страшна. Кстати говоря, попадание влаги видно вот здесь, вокруг пищалки или сирены. Это, скорее всего, преобразователь напряжения. Здесь, опять же, разъемы не гидроизолированы, здесь не гидроизолированы и так далее. Но ведь находится вот это все в той части, куда впрямую вода попасть не может. Здесь же стенка. Поэтому говорить о том, что гидроизоляция у Мини-Р3.0 плохая, с моей стороны было бы неправильно. Однако вот эти капельки показывают то, что влага попадает откуда-то вот отсюда, скорее всего, в месте соединения перехода передней стенки в нижнюю стенку. Стоит ли дополнительно защищать Мини-Р? Ну, для повседневной езды однозначно да. Если вы ездите на нем только в хорошую погоду, то тогда, конечно, защита не понадобится. Установили крышки на место. Вставлю батарею и переходим к задней подвеске. Задняя подвеска выполнена в виде сварного маятника, то есть изогнутая труба. К центральной части этой трубы приваривается еще одна труба, которая является осью для работы, в общем-то, маятника. То есть вот вокруг этого болта и происходит качание подвески. Амортизаторы с длинными пружинами, с переменными витками. Это у нас как бы мягкий ход, это у нас уже большой и упругий ход. Итак, сажусь на скутер, смотрим, как работает задняя подвеска. Очень мягкая, причем в сочетании с сиденьем она работает еще лучше. Ну и смотрим, что у нас получается на отстрел. Резко сжимаю и поднимаюсь. Вряд ли внутри амортизаторов присутствует масляный демпфер, но тем не менее и отскока со звоном при работе подвески я не услышал. В верхней части амортизаторов присутствует некая, казалось бы, гайка, предназначенная для регулировки жесткости, но вот регулирует она при натяге или нет, сказать сложно, нужен специальный инструмент. Заднее крыло аналогично переднему, выполнено, судя по всему, из стеклопластика. Тормоз аналогичный переднему, точнее сказать, суппорт аналогичный переднему, но на моторе стоит другой тормозной диск. Это диск уже мопедно-мотоциклетный, он толстый и он совсем по-другому крепится к мотору. И посмотрите, как выглядит сам мотор. Это у нас обод, а вот это уже крышка. То есть мотор занимает практически всю внутреннюю часть обода. Заднего колеса с этой стороны видно гораздо лучше. Вот он обод, вот он мотор. То есть реально здоровенный и массивный. Что внутри сказать сложно, но, в общем-то, для многих, наверное, это не решающим фактором будет, что у него внутри, а то, как этот скутер едет. Провод мотора выведен из оси через бок, а не через торец оси. Соответственно, если, не дай бог, произойдет падение скутера, то провод не повредится. Здесь размерность покрышек передней и задней различаются. Здесь обод мотоциклетный 8 дюймов, а здесь обод мотоциклетный или картинговый, наверное, 6 дюймов. Размерность покрышки задней 15 на 6 и на 8, а здесь 15 на 6 и на 6. Несмотря на то, что покрышки выглядят одинаково, вот он рисунок протектора, здесь и здесь, тем не менее, колеса, как вы видите, разные. Вот так выглядит задняя часть скутера. Смотрим на раму. Для сиденья пассажира приварена вот такая вот угловая штуковина, и, в принципе, выглядит все это надежно. Что по фонарю и поворотнику. Крепятся они на отдельный металлический кронштейн и, в общем-то, не дребезжат в процессе езды совершенно. По дорожному просвету все прекрасно. Смотрим в районе подставки в передней части скутера. Видим здесь 23 см дорожный просвет. В задней части, ну, что-то около 23 см. То же самое. Подставка, кстати говоря, забыла упомянуть, подставка длинная с хвостиком для удобного ее закрывания и открывания. Вот посмотрите, сейчас видно, что подставка в сложном состоянии упирается в маятник. Соответственно, если маятник сжимается, то подставка отходит от него, и потом, получается, когда маятник разжимается, или, так сказать, подвеска разжимается, то в этот момент может быть какой-то стук. Да, ну и по работе подвески, посмотрите, как это происходит в замедленной съемке. Встаю на скутер и прыгаю. Очень мягко. Даже не то, что прыгаю, я просто качаюсь. То есть очень чувствительная подвеска и очень мягкая. Ну и последнее, что я хочу показать вам перед тест-драйвом, это покрышки. Точнее сказать, особенности этих покрышек. Помимо того, что они широкие, а ширина их составляет, постараюсь измерить максимально точно, вам на камеру может показаться несколько, ну, что-то около 14 см получается общая ширина. Я, повторюсь, померить точно достаточно сложно, потому что угол зрения меняется. Ну, да, что-то около 13,5-14 см. Хотя, вроде бы, вот здесь указано 15, что 15, ну, если это сантиметр, может быть. Я криво, так сказать, посмотрел. Следующей особенностью, которую нам придется протестировать с вами во время тест-драйва, это форма колеса. Как видите, форма у колеса, можно сказать, что квадратная. Причем у заднего колеса ее видно даже в какой-то степени лучше за счет крыла. То есть, очень маленький радиус закругления. И вот эта ситуация может негативно сказаться на устойчивости скутера в повороте. То есть, возможен эффект сваливания. То есть, сначала крутишь, вроде бы он мягенько заваливается, а когда нужно повернуть еще больше, то происходит эффект как бы срыва или заваливания. Причем, насколько я помню, в первой версии ситуация была гораздо хуже. Здесь лучше. Ну, посмотрим, как себя поведет скутер во время тест-драйва. Ну и все, не теряем времени. Погнали! Тестовая поездка на Мини-Р3.0. Ну и сразу полный газ. Попробуем, что получится по максималке. Разгон очень хороший. В поворот, вот за счет покрышек с квадратом, скажем так, профилем, входит скутер странноватенько. Но сейчас для начала померяем максималку. А там уже поделюсь с вами впечатлениями. Ну или параллельно буду делиться впечатлениями, как это делаю всегда. Очень хорошо держит прямую скутер. Так, впереди у нас уклон вверх. Пока что максималка была 48 км в час, что очень неплохо. И скутер идет резво. Вот прям вот как надо. Еще резвее это были бы уже прям вот эмоции такие восторженные. Сейчас он вот как надо, что называется. Вроде бы и больше не надо, но меньше будет уже плохо. Тормоза. По торможению все прекрасно. Усилие на ручках прям вот незначительное, скажем так. Ну и сразу вверх, полный газ. И будем смотреть, что у нас получится по максимуму. Здесь у нас достаточно длинная прямая. Сначала небольшое движение вверх в уклон. А потом плоскач. Вот мы перешли на плоскач. Так. И, конечно же, трактор. Похоже, придется перепремерять. Так. 48 так и было. 47. Оттормажусь. Кстати говоря, еще и рекуперативный тормоз работает вполне себе адекватно. Сейчас развернусь, перейду на противоположную сторону. И измерим еще раз максималку. Как вы поняли, из-за трактора тест провалился. Так, замер максималочки. Здесь сначала плоскач, потом дорога пойдет немного вниз. Это вот примерно где машина вдалеке будет происходить. Достаточно быстро и резво набрал 46 километров в час. 47. Так. Ну и вот где-то за пешеходным переходом резко дорога пойдет вниз. Уже вижу, было 49, ну то есть 50. И сейчас как раз небольшой участок под уклон. Попробуем, что получится. Ну неохотно, неохотно двигается к 50. 51. Оттормаживаюсь. Ого. Мощные тормоза. Так. Что у нас здесь? Давайте попробуем еще раз. Здесь очень наглядный поворот. Наглядный тем, что он достаточно скоростной. Получается. Хоть скорость 10 написано. И вот немного неприятный момент из-за широких покрышек. Повторюсь. То есть сначала скутер вроде бы вписывается-вписывается в поворот с недостаточной поворачивойностью. То есть на руле идет реактивное усилие. А потом в какой-то момент он резко начинает сваливаться. То есть у него избыточная поворачиванность получается. В общем вот такие впечатления. Перекатываемся. Немножко трут тормоза. Кстати говоря, если бы они не терли, то я думаю, что тест скорости был бы другой. Скутер поехал бы резвее. Да, вот сейчас как-то почетче работает GPS. Опять поворот. Вот-вот. И оп! Вот прям чувствуется сваливание руля. Но при этом зацеп хороший. Такого, чтобы он терял управление по рулю или нечто похожее, такого вот нет. Нужно просто привыкнуть вот к этому перепаду, так его назовем. Так, ну еще раз попробуем разогнаться на максимум. Здесь мы стартуем уже с 35 км в час. Я надеюсь, больше ничто нам не помешает, как трактор в прошлый раз. И вот уже на подъемчике здесь имеем 43 км в час. Причем-то напряжение батареи 60 вольт показывает. Несмотря на то, что заряжена была полностью в начале теста. Тест-драйва. Ну вот опять тот же, в принципе, показатель. Держу газ по бортовику 55-56. О, и рекуперация прям начала четко срабатывать. Задний тормоз аж на юз удается остановить. Все прекрасно. Итого. Максималку, которую мне удалось достичь, 52 км в час. Очень плавно скутер стартует с места. Давайте продемонстрирую, как это происходит. Итак, это включено самое мощное, самое скоростное. И смотрите, прям потихонечку, аккуратно. Очень классно. Повторюсь, на данном экземпляре что-то не то с тормозами. Вот как получил, так и еду. Ничего. Какая классная динамика. Вот повторюсь. Опа. Сейчас еще раз. Слушайте, а он очень энергоемко сглатывает вот эти вот лежачие полицейские. То есть такого, чтобы я, несмотря на подвеску, получал какой-то прям вот дико неприятный пинок под зад. Его нету. То есть да, чувствует, что меня подбрасывает, но это комфортно происходит. Бывают такие подвески, когда чувствуется, что ее как будто бы не хватает. То есть все равно вот она вроде сработала, но пинок получаешь. А здесь этого нет. И вот сейчас ловлю себя на мысли о том, что за время то, что я езжу на этом скутере, вот здесь по округе, у меня нет ощущения того, что я как-то устал. То есть я просто передвигаюсь и передвигаюсь. Конечно, очень приятное ощущение. Зеркало немножечко ослабилось. Так, ну что, стресс-тест лесенкой сейчас. По крайней мере, по переходу ничего не грохочет. Давайте послушаем, что будет здесь. Так, самое главное, крыло не сломать. Ага. А здесь... А, нормально. Нормально. И... Ну, сзади что-то брякает. Очевидно, это крыло, скорее всего, как резонаторное распрямление работает. Очень приятный старт. Он и интенсивный, и нерезкий одновременно. Ну и сейчас небольшой тест горочкой проведем. На маленькой скорости, кстати говоря, вот эта вот история с... О, смотрите, одной рукой. Вообще easy. Подножки. Вот, кстати, подножки. Я ехал, что-то вот не мог понять, чем же отличается езда на этой модели от предыдущей. И понял, подножки, они настолько вот прям вот там, где надо стоят, что чувствую себя комфортно. Но так вот уже не очень. Итак. Скорость ноль. Зеркало. Прошу не ругать. И... Так. Ого! Ого! Вы видели? Еще раз, смотрите. Скатываюсь назад. Скатываюсь назад. Останавливаюсь посередине подъема. Посередине подъема. Отпускаю. Это я на ногах держу скутер. И даю полный газ. Вообще шикарная тяга. Просто шикарная тяга. Вот что надо. Вот я не зря. Вот прям чувствуется это с самого начала. То, что у скутера хороший крутящий момент. Просто фантастический. И старт плавный. Это на тройке, господа. Так, ну послушаем, что здесь. Тормоза не слушаем. Слушаем подвеску и грохот. Объективно, ребята, у меня даже голос не дрожит. Все прям четенько. Ну что. Наверное, остался последний тест. Это попробовать резко оттормозиться. Передний тормоз. Вот прям со всей силы давлю. Ну, наверное, наверное, колодки не притерлись. Видно, да, по диску. О, горяченький. Что колодки не полностью прилегают. Ну, будем надеяться, что они все-таки притрутся. Торможение будет более интенсивным. Сейчас еще раз. По радиусу разворота, конечно, великоват. Ну, попробуем еще раз. Так. И... Ну, вот сейчас почетче получился. Но это прям я со всей силы давил. В общем, вот такой вот тест-драйв мини-Р3.0. На этом, пожалуй... Сейчас еще один укончик. Вот. С разгончиком. Теперь по тест-драйву это все. После тест-драйва самое время подвести итог. Начну я с минусов. Ну, конкретно в этом экземпляре что-то шуршало в тормозах. Спишем это на минусы конкретного экземпляра. Особенное управление в поворотах. Причем, когда я ездил уже после тест-драйва на этом скутере к месту съемок и так далее, я все-таки немножко приноровился. И минус с управляемостью, я его, пожалуй, озвучил, но назвать его колоссальным сейчас я уже не могу. Следующий минус. Сигнализация. Она меня просто достала. Когда вы куда-то приехали, поставили скутер, просто не ставя на охрану, но при этом выключили скутер, через некоторое время встает на охрану. Вы его пытаетесь куда-то перекатить, он начинает ругаться. Лезете в карман, начинаете тыкать кнопки. Он опять пищит, включается, выключается, вот эта вот сигнализация вся. В общем, почему нельзя было сделать, как говорится, по-автомобильному, не поставил на охрану, ничего не происходит, поставил на охрану, он уже будет реагировать на какие-то внешние воздействия, мне непонятно. Но этот минус я должен однозначно отметить. Следующий минус – это разъемы внутри деки не совсем хорошо загидроизолированы. Ну и последний минус – это батарея. По-прежнему для того, чтобы зарядить аккумулятор, его необходимо поднять из деки, чтобы добраться до порта, куда подключается, в общем-то, силовой кабель. Ну а дальше начинаются только плюсы. Устойчивость на ходу, мягкая работа подвески, отличная управляемость, устойчивость на ходу. Прежде всего, устойчивость управляемости, как я говорил, к ней нужно немножко привыкнуть, и после этого ее можно уже назвать хорошей. Очень мягкая работа подвески, мягкое сидение. Я пробовал катать пассажира на этом скутере, и у меня это получилось совершенно замечательно. Широкие покрышки, соответственно, низкое давление на почву, и вы вот сейчас видите. У меня скутер достаточно тяжелый, но его закатили на газон, и, как вы видите, нигде примятой травы нету. От меня больше примятости, нежели чем от него. То есть, проходимость именно по каким-то участкам, где обычные колеса, точнее сказать, колеса обычного скутера или самоката будут вязнуть, здесь за счет ширины уже можно проехать. Ну и, наконец-то, в третьей версии появилась приятная скорость, которую можно уже считать адекватной для передвижения по проезжей части. Очень приятная тяга, мягкий, плавный старт, но при этом напористая динамика достаточно. Я бы не сказал, что она взрывная, но, тем не менее, она, повторюсь, очень приятная и адекватная. Фара с ближним дальним светом, и вообще, в целом, вот, с точки зрения, что бы хотелось добавить к этому скутеру, ну, может быть, какой-то кофр. И, пожалуй, наверное, все. А что вы думаете по поводу этой модели традиционно? Напишите в комментариях. С вами был Михаил, Центр индивидуальной мобильности, место, где вы можете привезти технику, подготовленную к эксплуатации, а также заказать услугу качественной гидроизоляции, выполненной специально подобранными материалами. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok